Девушки отдыхают Всем привет! Начало 90-х годов подарило российской эстраде множество молодых и талантливых групп. Новые имена появлялись едва ли не каждый месяц. Такие как «Руки вверх», «Стрелки», «Блестящие» и, конечно же, группа «Иванушки», без которой сейчас уже сложно представить музыкальную сцену тех лет. Такие песни, как «Кукла Маша», «Снегири», «Тополиный пух», «Тучи» — словам этих песен подпевала вся страна. А молодые симпатичные солисты разбили не одно девичье сердце, покоряя юных красавиц текстами о любви. Давайте с вами пробежимся немножко по составу. Официальной датой основания группы «Иванушки Интернешнл» считается ноябрь 1994 года. Именно тогда трое молодых людей — Игорь Сорин, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев — впервые вышли вместе на одну сцену. Это трио и стало первым составом коллектива. У каждого из певцов уже имелся небольшой опыт работы на сцене. Однако работе в единой команде музыкантам только предстояло научиться. Андрея Григорьева-Аполлонова можно, пожалуй, назвать самым ярким участником коллектива. И не только за веселый нрав, но и за внешность. За исполнителем быстро закрепилось прозвище «Рыжий из Иванушек». Андрей родом из Сочи. Родился 26 июня 1972 года. До того, как попасть на кастинг Игоря Матвиенко, Андрей успел окончить музыкальную школу и педагогическое училище, поработать манекенщиком и даже поставить несколько спектаклей в Сочинском драматическом театре. Второй участник изначального состава группы «Иванушки» — это Кирилл Андреев. Кирилл Москвич родился 6 апреля 1971 года. С первых дней Андрей вжился в образ матча, главного обольстителя женских сердец, фактурной внешностью и стала причиной, по которой Игорь Матвиенко пригласил молодого человека на кастинг. Кирилл же до этого момента работал моделью и даже не помышлял о музыкальной карьере. Однако, как оказалось, вокальные данные Кирилла Андреева неплохо подошли для трио «Иванушек». От открытого и жизнерадостного Андрея и брутального Кирилла Третий участник группы, Игорь Сорин, отличался большим внешним спокойствием и вдумчивостью. Такое впечатление Игорь производил неспроста. Именно он и являлся автором многих песен коллектива. Творческое начало прослеживалось в Игоре с самого детства. Певец родился 10 ноября 1969 года в Москве. Театральная студия, музыкальное училище, работа на сцене — все это сформировало талант Игоря и позволило стать кумиром тысячи меломанов. К сожалению, Игорь не остался с участниками группы надолго. В 1998 году музыкант решил начать сольный проект. А в сентябре того же года Сорин умер. Театральная студия упала с балкона шестого этажа. Через несколько дней Игорь Сорин скончался в больнице. Место Игоря в группе «Иванушки Интернешнл» занял Олег Яковлев. Олег отличался необычной восточной внешностью, артистизмом и отличной пластикой, которая позволяла певцу выделывать невероятные танцевальные кульбиты на сцене. Олег Яковлев родился 18 ноября 1970 года. Певец быстро нашел общий язык с остальными «Иванушками», а также завоевал любовь меломанов. В этом Олегу помогло не только обаяние, но и талант. За плечами музыканта также была музыкальная школа, секция легкой атлетики и даже опыт работы на сцене театра Армена Джихарханяна. Олег Яковлев по странному и трагичному совпадению пополнил список умерших участников группы. В 2013 году музыкант покинул коллектив, чтобы заняться сольной карьерой. А спустя 4 года, в 2017 году, поклонников потрясло известие о смерти певца. Как стало известно позднее, Олег умер из-за обострившейся пневмонии и цирроза печени. Вместо Олега Яковлева в 2013 году занял еще один Кирилл по фамилии Туриченко. Новый участник «Иванушек» немного моложе коллег. Артист родился 13 января 1983 года в Одессе. За плечами Кирилла немалый опыт работы на сцене. Туриченко пробовал силы и как певец, и как актер. Возможно, поэтому молодой человек быстро стал частью коллектива и на концертах держался так, как будто работал с группой «Иванушки Интернешнл» с самого начала. Давайте быстренько поговорим о музыке. А потом я вам все-таки расскажу, как сейчас живет группа «Иванушки Интернешнл». Игорь Матвиенко, собирая коллектив для новой группы, планировал создать совершенно новый стиль исполнения. В итоге продюсеру и музыкантам действительно удалось объединить в песнях несколько направлений. Оттенки русской народной музыки, лучшие традиции советской эстрады и, конечно, западные танцевальные ритмы. Первый же альбом, выпущенный в 1996 году, подарил группе популярность и любовь миллионов поклонников и поклонниц. А композиции «Колечко», «Тучи» до сих пор остаются популярными и актуальными. В следующем году коллектив подарил поклонникам сразу два альбома, конечно, он и «Твои письма». В первый вошли ремиксы и обновленные варианты уже популярных песен. Второй же состоял из новинок и кавер-версий популярных песен других исполнителей. И снова популярность пластинок превзошла даже самые смелые ожидания солистов и продюсера. Появляются и первые клипы, которые в то время крутили, пожалуй, на всех каналах. В 1997 году поклонники знакомятся с новым участником группы, Олегом Яковлевым, который впервые появился в клипе на песню «Куклы». Очередной хит, получивший название «Тополиный пух», записывался уже с участием Олега. В 1999 году коллектив выпускает еще два альбома. Первый называется «Фрагменты жизни». Исполнители посвятили этот альбом погибшему Игорю Сорину, собрав в одну пластинку его неизданные песни и стихи. Второй альбом назывался «Об этом я буду кричать всю ночь». Группа представила новые композиции в этом альбоме. Следующий альбом группы назывался «Подожди меня». А еще два года спустя поклонники познакомились с альбомом «Олег, Андрей и Кирилл», который вновь взорвал хит-парады. В этот альбом входили такие композиции, как «Капелька света» и «Золотые облака». Олег, Андрей и Кирилл снова оказались окружены любовью, поклонников и славой. К сожалению, позднее эту пластинку назовут последней успешной работой группы «Иванушки Интернешнл». Следующей пластинкой выпущенной в 2005 году «Иванушки» подвели своеобразный итог собственного творчества, собрав под одной обложкой лучшие песни прошлых лет, исполненные совместно с группами «Фабрика», «Корни» и другими молодыми коллективами. Альбом так и называется «Десять лет во вселенной». Спустя год группа представила на суд зрителей новую композицию под названием «Иволга». Вердикт оказался неутешительным – песня так и не стала хитом. Это стало началом спада популярности коллектива. Ребята прекратили записывать композиции, однако продолжали постоянно гастролировать и участвовать в сборных, праздничных концертах и популярных телешоу. В 2015-м коллектив, обновленный во второй раз, выпустил долгожданную пластинку. С момента выхода предыдущего альбома прошло целых 10 лет, поэтому сборник новых песен фанаты восприняли на ура. Однако былой популярности «Иванушкам», к сожалению, добиться так и не удалось. Ну а теперь главный вопрос – что же сейчас с группой? Сейчас коллектив продолжает давать концерты. Также «Иванушки» появляются на популярных телепроектах. Например, в 2017-м году группа выступила вместе с участником «Новой фабрики звезд» Никитой Кузнецовым, исполнив хит прошлых лет «Тополины Пух». Кроме того, в одном из интервью артисты признались, что уже записали новую композицию, и в 2018-м году на данную композицию выходит клип. А на апреле-май музыканты запланировали мировое турне. Примечательно, что участники группы, которые уже 23 года, ничуть не жалеют о том, что была и популярность уже ушла. Однако мир шоу-бизнеса изменчив. Кто знает, возможно, следующий альбом коллектива вернет «Иванушек Интернешнл» на первые строчки хит-парадов. На сегодня, дорогие друзья, у меня всё. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Я прошу вас подписаться и поставить лайк. Мне очень нужна ваша поддержка. С вами был Сэм Макларен. До скорых встреч. Все авторские права принадлежат их законам владельцам. Если вы являетесь автором фрагмента из выпуска, и его распространение ущемляет ваши авторские права, пожалуйста, свяжитесь с нами. Тополиный пух Краса белые хлопья снега И любовь к тебе пришла Этим снежным летом, летом И любовь Этим снега Этим снега Этим снега Этим снега